И вот так я их посыпала. Все, мои хорошие, булочки на дрожжах, прямо на дрожжах поднимаются. Три минутки еще им. И я буду переключать на вентилятор на 180 градусов. Все как у всех. Ничего нового я вам не открыла. Америку точно не открыла. Добавляю лучок. Когда добавляю, тогда говорю, что добавляю. Когда не добавляю, не говорю, что не добавляю. Сегодня просто лучок уже был почищенный, и я его добавила. Так. Добавляем соевый соус. Ой, видите, все, три минутки закончилось. Все делаю вживую. Сейчас переставлю. На вентилятор ставлю. И на 180 градусов. Ну и все, с Богом. И что еще у нас? Что еще у нас? Имеется красный перец и обязательно чили перец. Дети уже привыкли к нему. Уже мы его как мед. И чуть-чуть маслица оливкового. Чуть-чуть совсем. Замаринуем, поставим в холодильничек. Приедем только на противень. Бах! И у нас уже будет все готово. Наверное, я сейчас не буду показывать. Зимний покрошу. Только сметанку бах! Может покажу, как. Мне еще противень надо помыть. Мне еще немножко надо тормозок с собой взять. Под кофеек. Приготовить. Потому что ребятишки, как только приедут, так сразу мы. Еще горчичку забыла. Я уже вам говорила. Вот в такой фирме я работала. Оэро Азия. Шикарная фирма. Шикарная продукция. На заводе чистота идеальная. Русские начальники. Светлана и Евгений. И я вам советую вот такую продукцию брать. Это не реклама. Это мы ее делаем. И знаем. Отвечаем за ее качество. Очень хорошая фирма. А мы делаем. Мы делаем. Они делают. Я уже ничего не делаю там. Работа очень трудная. Невозможная. Огурчики солят. Капусточка кимчи. Капусточка квашеная. Морковочка острая. Морковочка с грибами. Морковочка всякая разная. Морковочка. Вот. Сейчас они уже и свеколку выпускают. Но я ни разу не брала. Не знаю. Состояние этой свеклы не могу ничего сказать. А огурцы и все остальное. Конечно, очень-очень вкусное. Все делается вручную у них там. С душой. Все. Накрываем фольгой. Целлофаном. У кого что имеется. Кому что не жалко. И в холодильник. Булками уже пахнет. Не поверите, как вкусно. Все. В холодильничек. Всем привет. И мы продолжаем свое путешествие. Поедем в никуда, называется. На рыбалку. Посмотрели везде штаб. Везде народу хватает. Я вот такую конфету грузу. Извините меня. Сильно вкусное. Что, по автобану поедем? Да. Это сколько нам надо ехать? Хера это еще. С дорожка будет сдувать. 40 минут нам ехать. А как называется? Наш. Любик? Ну, да. Ну, короче, куда мы ездили на рыбалку, туда мы и поедем. Там нет охранников, там нет проверяющих. И мы всей семьей, возможно, что-нибудь поймаем. Да нам ловить-то эта рыба. Поскольку, поскольку нам главное спас, да, получить. И нам главное солнечные лучи сегодня получить по полной программе. Так что едем, друзья мои. Прыгаем ко мне в машину. И вперед. Прыгаем ко мне в машину. Прыгаем ко мне в машину. Закрыть машину не можем. Ладно, пойдем с вами. Мы приехали на речку Травы. Сейчас вам все покажем. Дома сидели вроде тепло-светло. И ветра нету. А смотрите, как деревья загибаются. На речке будет прохладно. Я вам скажу. Там хиузяка такой дует. Не дай бог. Это речка, да. Ну, сейчас все увидим, все посмотрим. Встретили неучеренка. Он шел с удочками. Я говорю. Костя, выскочи, посмотри, пожалуйста. И поговори с ним. Куда нам тут припарковаться. Где что, чтобы не получить. По шапке, да. И все показал. Прямо за нами поехал. Говорит. Вот-вот вы про этот проулочек проехали. Вам в этот проулочек надо. Ну, и вот и мы. Вон, наша братва идет. Так что мы сейчас с вами попадем на речку Травы. Ксюш, не нашла их? Не получается? Ой, что такое зими тропами. Мы здесь первый раз с другой стороны заехали на Травы. И сейчас мы маленько путаемся. Но Константин уже кричит, что нашел нам место. Ну, и подошли. Вот. Какая благодать. С этой стороны солнышко у нас. Даже подход вон какой есть. Тут не буксовать, да. Посмотрите, какая красота. А мы рыбачили вон на той стороне, Костя, да? Да. На той стороне рыбачили? Вон. Точно. В прошлый раз мы вон там рыбачили, на той стороне. Вон красный этот стоит. Столбик. И мы там рыбачили. Да, будет неудобненько стульчики ставить нам. На, вот лучше этот. Ксюш, давай на этом будем сидеть. Нам пока разница. И загорать на нем можно, и раздеться, и все на свете. Что нам эти стулья? Не, не, вон туда. Ну, вот. Я бы спросил, прижмите дальше еще. Еще дальше. Вот такая. Ой, а здесь какая балокина. С той стороны чистенько было всегда. Ну, мы туда стулья поставим. Залезем на стульях. Мужики и женщины. Вон там толпа народу. Видите, какая ходит. Систематически, постоянно. Ну что, мне нужно как-то копку растягивать. Начнем загорать. Загар принимать. Вон рыбак. Там он тоже что-то ловит рыбу какую-то. Все, Ксения уже присела очень даже хорошо. Надо было шофты тебе еще захватить. Ноги бы загорели точно. Такое солнышко светит. Хорошее, классное, капитальное. Вон первая рыбка у нас уже появилась. Не отпусти, Константин, смотри. И далеко, видишь, он не пуляет. Дальше, ага. Покажи, Константин, рыбку. Вот она, красотка. Ну вот. Не успели закинуть, уже рыбинка появилась. А у Аленки булочка появилась в руках. Стряпать-то стряпала, а булочки никто не ел. Будем сейчас трескать. Разделась, приоделась маленько. Так что, мои хорошие, не теряйте. Это как травы, да, называется речка? Костя? Травы называется? Вам привет с травы. Маркушка тоже рыбку поймал. Так, а Ксюшке дайте удочку, Ксюшке? Девчонкам дорогу. Хорошо. Ой, нам рыба-то постольку-поскольку. Нам бы покидать удочку, да, Маркуш? Максим? Да-да. Какая прелесть. Вот это да! Ксения, первый почин, две рыбины сразу. Ой, говорит, что так тяжело идет? Что так тяжело идет? Вот она, рыбачка Соня наша. Так, рыбку снимаем. Так, 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 так. Вот она. Оп, видели, уже отлетела. О, красавчик. Нет, нет, нет. Мы ее поджарим. Ой, смотри, сейчас она сама. Она сама отпустится. Ой, куда на берег-то? Ой, на берег хочет. Ой, Константин, Константинович, Константинов. Кто отпускает рыбу? Тебе же сказал этот, Леха. Я ерунда это. Нельзя рыбу отпускать. Ну, сейчас проверим, да? Ага. Проверим, хорошо. Засекаем. Сколько Константин будет теперь рыбу ловить? Что, Маркуш, нас поймал? Нет, я ничего. А, траву. Ох, какой летит. Ходом, пароходом. Какая красотка. Плывет. О, махина, так махина. Прогулочная, да? Откуда она вышла и куда она зайдет? Ну, она же идет с этого, с Тахана, где мы рыбачим. Она же не монаст проходит. Да? И такой крендель завязывает, потом обратно? Ну, да. Серьезно? Да, конечно. Так хорошее расстояние-то. Ну, он, наверное, до травы не уходит. Эй, на корабле. Ну, это такой же, как мы, да, плаваем кораблик? В хафане. В хафане. В хафане, в этом. Я, наверное, это надо побольше. Народа никого нет. Пустой идет. Никто не хочет. Махать никто не хочет в обратную сторону. Ну, там что, люди танцуют, что ли? Танцем-танцем. Танцем май. Танцем май сегодня, да, ребята. В монстре-то будет конкретный танцем май. Танцем май. Сейчас расскажу вам. Что, Костя, значит, врут, да? Что? Врут. Что рыбу отпускаешь и больше не ловишь. Да, конечно, херня. Херня, да? В сказке Андерсона. О, сказки Андерсона, Костя говорит. Читали сказки Андерсона. Отправь мои одноклассники, пока они еще не спят. Я уже отправила? Да? Конечно. Что пишут? Девчонки уже пальцы понаставили. Вверх. Да? Конечно. Лично тебя поставила, где ты рыбину поймал. Зелень-то убери. Кого? Зелень. О, братва у нас. Рыбаки. Слушай, а здесь нет... А, тут она даже червяка, да, кукурузу, да? Да. На леща? На леща. Мне кажется, здесь удобненько и леща ловить, если приехать. Конечно, здесь очень хорошо. Мы же камбалину здесь поймали. Да, 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 ну там. Но. Замечательно здесь. А если переделать одну удочку, поставить на камбалу? А на что? Селедку поставим? Да нет. Дед сказал селедку. Крючок побольше. У меня с тобой таких стати. Нету? Я же чемодан не сделал. Машем друг другу ручкой. Вон, какие корабли плавают. Классные. Первого мая каждый год в Германии происходит вечером, наверное, часов с восьми. Танцы. У нас сегодня они будут, наверное, происходить прямо чуть ли не в центре. Вообще это в Мунстере, в Мунстере. В Баренцбурге понятия не имеют, что здесь вообще происходит. Мне в курсях. Даже не ходила ни на одно собрание, ни на один праздник. Никуда не ходила. А в Мунстере собираются все заводы. Все, скажите мне, машины, хаусы. Все-все-все прямо идут предприятиями гулять. Называется Танценмай. Музыка, пиво, сосиски, грибочки, покурить. Все, что хочешь. Венцо. Все абсолютно будет сегодня. А завтра людям на работу. Нормально, да? Но зато весело. Зато кайф. Зато шпас. Зато интерес какой. И сегодня, конечно, будет у нас в Мунстере праздник. Если в ваших городах такие же праздники проходят на 1 мая, то жду комментариев, а мы отдыхаем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Красотка» стоит. Вообще здесь берез очень много. Ох, сейчас бы. Как мы раньше, сачок березовый, да? Конечно, это гибель. Березовая была бы, но... Здесь этого нельзя. Сок березовый мы даже в русском магазине никогда не видим, не покупаем. И вот мы уже собираемся домой Ах, какая красота Какой сегодня чудесный был день Какую мы выхватили погоду Рыбалку Опять небо какое изумительное Ну что, мои хорошие, у Аленки руки рабочие Только успевала рыбку снимать Ну это я умею Это снимать рыбку Это великое счастье, когда рыбка клюет Ну а я с вами буду прощаться уже На сегодня поедем домой Все устали Ребятишки же наши с Голландии приехали Еще ничего не ели Даже здесь кофе с булочкой не захотели пить Сразу в природу, в природу и в рыбалку Ксения поймала 8 рыбинок И говорит, а можно я завтра Аляйны приеду И здесь порыбачу Она вообще у них семья рыбацкая Она тоже из рыбачек У нее и мама, и папа Они ближе к Голландии живут И постоянно туда ездят рыбачить И Ксюшка очень любит рыбалку Я говорю, она наша, наша Прямо как будто с нашей семьи Ребенок Вот И у нас одни и те же И песни она наши поет И Юрия Шатунова любит И мой друг художник и поэт любит Все песни любит наши И все поет наизусть знает Поэтому Любите друг друга Цените друг друга Ну что еще сказать И так вы все знаете Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Еще одна торчит Торчит одна Сниму Это наша рыбка Замочила Сейчас она Вся шелуха отойдет И я ее опять По этим По пакетикам Ничего не разбираю Ничего не делаю Ничего не чищу Никакого настроения нету С ней заниматься Сейчас Я говорю Что я ее и солю Только голову отрезаю И так солю Вместе с икрой Крупная Хорошая Смотрите какая Так что Продуктивненько Мы опять съездили На рыбалку Все дети ловили Ксения даже 10 штук поймала Все абсолютно ловили Ой Грязная какая Сейчас мы это Сольем Новую нальем Я уже быстрее Крылышки Как хорошо Что я додумалась Их сделать Крылышки Картошечка Все это перекусим И кто куда Константину спать Ребятишки устали Крылышки